Я вас очень рад вас видеть. Добрый день, господин. Можете очень хорошо представить, показать вам. Храм Александра Ильиневского создан руками наших детей. Кемер-то в четвертом курсе нашего государственного института строительного университета. Мария, Людмила, Светлана и Роман, собственноручная и Роман Тархан. Храм, как не менее, посвящен Александру Ильиневскому, который мы планируем, будем просить вашего благословения восстановить на территории нашей славной плоской земли. Этот храм, место мы привели рядом, где он был, раньше выставился, это порядка 600 метров. Я представляю, я сам не просто обидел, обходил все эти места. Вот вы, раньше он был вот здесь, а сейчас 200 метров здесь. Но это единственная такая общая большая территория, где можно расположить, у него вообще доступность очень хорошая. Театр. Да, театр, да, театр, это самый-самый центр, ваше стещество. А самое главное то, что вот эта близость, она обеспечивает какое-то духовное историческое преемство. На том месте нельзя построить, но строим не где-то там, а в том месте, которое было освящено, освящено вот присутствием первое. И очень важно, что эта дорога на самом деле, место, где находится, это место пересечения всех дорог, которые здесь просекают через наш город Любимово, Габрад. И что самое еще важное, что это центральная улица, которая поднимается от реки Волги, русской реки Волги, и готовит там, где он храм. И это место будет находиться рядом. То есть так, как было предками задумано, вот так с Божьей помощью не нужно восстановить. И будем вас просить, конечно, благословения на эту нашу совместную работу и помощь и поддержку. Обязательно. Благословения есть. Пакет пока благословляю. Благословляю надежды, что даст Господь возможность и силы осветить построенный фарм. Спасибо. Замечательно, что храм будет в честь Александра Невского. Во-первых, потому что Сарайская епархия связана с его именем, с его инициативой. Но еще и потому, что Александр Невский, будучи совершенно уникальным военным и политическим стратегом, он понял в свое время, что несмотря на зависимое положение России от степи, от Орды, с Ордой надо было жить в мире для того, чтобы оградить Отечество от более опасных ударов с Запада. И он, не раз посещая ордынцев и, видимо, хорошо зная их психологию, их мировоззрения, систему их ценностей, вычислил что-то очень существенное и важное. Он понял, что ордынцам не нужна душа русского человека. Им нужен был наш кошелек. А вот для тех, кто наступал с Запада, нужна была душа. И если бы не распределив усилия таким образом, что в тот момент Восток стал союзником Александра Невского, если бы не распределив, вот так перераспределив эти усилия, он бы не вступил в борьбу с крестоносцами, так можно сказать. Наверное, сегодня бы России не существовало. И поэтому не случайно в честь Александра Невского назван этот собор. Здесь есть и исторические, конечно, причины. Но и кроме того, Александр Невский — это символ России, как вы сказали, многонациональной. Вот он не гнушался ехать в Орду, общаться, заводить дружбу. И ведь, может быть, с тех самых древних лет у русских и выработался такой широкий, спокойный взгляд на людей и другой веры, и другой национальности. Мы умеем защищать и свою веру, и свою национальность, и тот же самый Александр Невский дает нам этот пример замечательный. Но с другой стороны, мы умеем строить и мирные отношения, благодаря чему и существует Великая Россия, существовала Российская империя, существовал Советский Союз, многонациональные, огромные образования. Вот дай Бог, чтобы и строительство собора Александра Невского на Волгоградской земле укрепило бы в людях этот самый дух миролюбия, взаимопонимания, взаимной поддержки и явилось символом объединения вокруг тех задач, которые сегодня стоят перед нашим Отечеством. Ну а роль Сталинграда в Великой Отечественной войне невозможно переоценить, потому что именно Сталинград был переломным моментом, который дал возможность всему нашему народу и всему миру понять, что Россия может победить агрессора, самого в то время страшного и лучших всех организованного. Это была первая крупнейшая такая стратегическая победа, конечно после битвы за Москву, но Сталинград переломил ход Великой Отечественной войны. Поэтому с таким благоговением люди произносят это слово Сталинград и таким уважением и почитанием окружен ваш замечательный город сегодня. Так что дай Бог, чтобы собор Александра Невского явился еще и видимым украшением Волгограда современного. Спасибо, спасибо.